Здравствуйте, дорогие телезрители! Я Кирилл Махров, и как вы уже догадались, это игра «Думай, зная, познавая» Супер Блиц на телеканале Видное ТВ. Мы подготовили пять новейших вопросов, которые готовы задать очередному участнику. Пошли, найдем и зададим! Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Марина. Меня зовут Карина. Меня зовут Кирилл. Мы сегодня играем с Мариной и с Кариной. Если вы во Франции являетесь фермером, то вам нужно знать, что законодательно запрещено называть этих животных Наполеоном. Как вы думаете, каких животных запрещено называть Наполеоном во Франции? Хороший вопрос. Вы можете совещаться между собой? Мне почему-то кажется, корову. Корову, ты думаешь? А в Франции коровы? Наверное, коровы. Коровы. Или быки, я не знаю. Крупный рогатый скот какой-то. То есть, потому что он там, да? Крупный рогатый скот? Нет, я не говорю про Наполеона, я говорю про скот. Ну, а почему Наполеоном? Почему Наполеоном? Не знаю. Не могу ответить на этот вопрос, к сожалению. Ну, вот вам кажется, что это... Что это быки. Быки. Правильный ответ. Свиньи. Ничего страшного. Тест-вопрос. Четыре варианта ответа. У какой из перечисленных стран бывшей Югославии нет выхода к морю? Вариант ответов. Сербии, Хорватии, Черногории или Албании? К морю, Сербии. А насколько уверены? Уверены либо Сербии, либо Албании. Нет, я имею в виду, насколько уверены. По баллов от одного до пяти. Пять. Пять. Сербия, это правильно, нет у него выхода к морю. В стихотворении Бородино есть такая фраза. Земля тряслась, как наши груди, смешались в кучу. Кто смешался? Кони-люди. Насколько уверены? Пять баллов. Пять. И залпы тысячи орудий. Абсолютно правильно. О какой легендарной личности был снят кинофильм «Богемская рапсодия»? Я не знаю, не смотрела этот фильм. 2018 года. Вы про него как минимум слышали и реклама была очень обширная. Не надо. Про кого у нас в последнее время снимали? Про каких? Про актеров или про кого конкретно? Ну, про известных личностей. Вот, например, фильм «Вот и все» был снят про Майкла Джексона. Про кого у нас могли? Британец. Кто у нас британец? Не знаю, не сильно в фильмах, к сожалению. Британец. Понятно. Ну, вот я подсказываю вам. Это британец, да. И он взял фамилию и имя, скажем так, вымышленное, для того, чтобы его имя и фамилия при объявлении лучше звучало. Это певец. А, певец. Тогда точно не знаю. Как его зовут? Знаете. Который, я поняла, о чем вы говорите. Одна из последних песен «Show must go on». «Show must go on». А, как же его зовут? Знаю я эту песню, я ее даже люблю. Нет, не вспомню, к сожалению. У меня вертится она, у меня что-то не может. Его фамилия на русский язык переводится «ртуть». Так, Карина, давай. Я его первый раз слышу, а теперь нет. Слабый, к сожалению, простите, нет. Правильный ответ Фредди Меркури. Не, не интересуйся. Какую привычную нам единицу измерения, расстояние, взрослое старшее поколение 20 века раньше называло верстой, зачастую? Верстой? Да. Ну, это мили, километры, верст. Это метры. Каких? Метры. Метры? Километры, скорее всего. Километры? Да. Да, километры. А на сколько уверены? На четверочку. На четверочку. Километр, это правильно. Это километры. Их очень часто такое поколение совсем, да, старше называло верстой. Ну, вы на все пять вопросов не ответили, 20 баллов не набрали. Ну, я благодарю вас за участие. Вы очень хорошо отвечали. Спасибо вам огромное. Спасибо. За все. Ничего. Не на все ответить. Ну, в следующий раз обязательно ответьте. Смотрите нас на телеканале Видное ТВ. Спасибо. Удачи вам. И вам удачи. До свидания. До свидания.